Привет! Сегодня в этом видео ты узнаешь о том, можно ли снимать YouTube-ролики на смартфон, или все же обязательно нужно купить отдельную камеру-фотоаппарат. Сразу скажу, что я не рассматриваю экшн-камеры, так как считаю, что их основное предназначение это съемка, когда ты плывешь, летишь или лезешь в гору. То есть сама камера сконструирована так, чтобы она работала от одной кнопки, была маленькой и не промокала. При этом качество видео у нее примерно такое же, как у смартфона, но только звук хуже. Но смартфон у тебя уже есть, а экшн-камеру еще нужно купить. Короче, задача этого ролика понять, стоит ли покупать фотоаппарат для съемки видео, или можно обойтись телефоном, ведь он так круто снимает. Чтобы определиться, давай ответим на несколько вопросов. Вопрос номер один. Хотим ли мы, чтобы наша камера имела мануальные или ручные настройки параметров видеосъемки? Однозначно да. Когда ты сам наводишь фокус, устанавливаешь баланс белого, диафрагму, параметры экспозиции, то ты получаешь кадр, который нужен тебе, а не тот, который получился сам собой, благодаря каким-то там автоматическим настройкам. Современные смартфоны неплохо снимают в автоматическом режиме. Но будь готов, что в момент съемки у тебя может измениться, скажем, баланс белого. Или смартфон решит, что человек в кадре теперь не должен быть в фокусе, а лучше навести резкость, скажем, на дерево, потому что оно более контрастное. Справиться с этими проблемами можно, используя ручные настройки. Но, во-первых, они не на всех аппаратах поддерживаются. Во-вторых, пользоваться ими неудобно. Поэтому на этом этапе мой голос в пользу камеры, а не в пользу смартфона. Вопрос 2. Хотим ли мы, чтобы камера имела автофокус? Хотим. Иногда, особенно когда ты снимаешь сам себя, эта функция просто необходима. Думаю, что в целом здесь смартфон может отработать неплохо, хотя фотоаппарат будет отрабатывать увереннее. Поставим поровну, хотя и с большой натяжкой. Все-таки смартфоны ошибаются в автофокусе намного чаще. Вопрос 3. Хотим ли мы, чтобы наша камера имела встроенную стабилизацию кадра? Хотим. Большинство современных смартфонов используют либо цифровую, либо оптическую стабилизацию кадра. Хотя в недорогих смартфонах стабилизация по-прежнему отсутствует. Как, впрочем, и в недорогих фотоаппаратах. Но в фотоаппаратах стоимостью от 80-100 тысяч рублей матричная стабилизация, скорее всего, будет. Ты скажешь, блин, 100 тысяч за камеру, нифигово так. Согласен с тобой, техника стоит дорого. Это касается, кстати, и топовых смартфонов. Вообще, выбор оборудования – это прям отдельная боль. И чтобы у тебя не болело, я записал мини-курс, который назвал «Начинающий ютубер». Сейчас будет небольшая реклама. Курс состоит из трех частей. Первая часть – оборудование. Ты получишь рекомендации по конкретным моделям камер, объективов, микрофонов, по свету. Узнаешь, чем одно отличается от другого, поймешь, что лучше для тебя. Вторая часть называется съемка. Ты получишь алгоритмы того, как снимать, чтобы в финале твой ролик выглядел профессиональным. И третья часть – монтаж. Ты узнаешь все о базовых принципах монтажа, о том, какие переходы использовать и как не заколхозить свой ролик титров. Я постарался создать такой мини-курс, который сам с удовольствием купил бы, находясь в начале пути. И, кстати, цена тебя порадует. Мини-курс можно купить как целиком, так и каждый блок по отдельности. Ссылка в описании. И, кстати, если тебе так же, как и мне, близки все эти проблемы видеомейкеров, то обязательно подпишись на мой канал, тогда ты точно ничего не пропустишь. Если это видео окажется тебе полезным, то обязательно поставь лайк. Итак, возвращаемся к вопросу, стоит ли покупать отдельную камеру для съемки YouTube-канала или можно обойтись смартфоном. Вопрос номер 4. Нужна ли нам камера, в которую мы можем воткнуть внешний микрофон? Конечно, да. Мы же хотим, чтобы в ролике был качественный звук, иначе его просто никто не будет смотреть. Благо, что сейчас на рынке достаточно петличных микрофонов, которые совместимы как с камерами, так и со смартфонами. В этом смысле я не вижу особой разницы, уже даже есть радиомикрофоны для смартфонов. Кроме того, ты можешь вообще не привязываться к камере и записать звук отдельно на внешний рекордер. Короче, ставлю поровну. Вопрос 5. Нужна ли нам бешеная светочувствительность камеры, чтобы снимать в сумерках? В целом, любой видеомейкер скажет тебе, что да, нужна. И хорошо бы, чтобы камера имела полнокадровую матрицу, и чтобы динамический диапазон побольше, и будет прав. Казалось бы, балл в пользу камеры, а не в пользу телефона. Но смотри сам, целесообразно ли это для тебя? Во-первых, собираешься ли ты снимать видео для своего канала в темном подвале? И даже если собираешься, то ты все равно будешь использовать какой-то дополнительный свет, если хочешь, чтобы твой кадр выглядел хорошо. А во-вторых, сегодня даже недорогие камеры и смартфоны имеют неплохие показатели при съемке в полумраке. Короче, в плане светочувствительности матрицы я проблем не вижу, учитывая, что мы все равно будем использовать дополнительное освещение. Поэтому ставлю поровну. Но вот в чем смартфоны точно проигрывают с фотоаппаратом, так это в сменной оптике. И это заключительный шестой вопрос. Широкоугольные или зум-объективы, даже самых дорогих телефонов, это пока скорее маркетинг, чем реальное качество. К тому же, сами объективы телефонов очень маленькие и сильно искажают действительность. В целом приспособиться можно, но если есть возможность использовать камеру со сменной оптикой, то я однозначно рекомендую этот вариант. Прежде чем подвести итог, хочу поблагодарить тебя за то, что ты смотришь это видео, за то, что ты пытаешься разобраться в том, как улучшить свое мастерство. Я и дальше буду снимать для тебя ролики по теме видеомейкинга, поэтому подписывайся на мой канал, не стесняйся, ставь колокольчик, сам знаешь, там что-то все ставь и получай пользу. А теперь резюме. Снимать YouTube-ролики на смартфон можно и нужно. Самые большие сложности, на мой взгляд, возникнут с ручными настройками. Не очень удобно ими управлять, а часто ими управлять просто невозможно. Ну и со сменой оптики косяк. Это очень условное качество широкоугольного и зум-объектива. Совет такой. Снимай на смартфон и не жди, когда у тебя появится крутая камера. Но когда почувствуешь, что хочешь другого качества для своих роликов и своих подписчиков, сразу покупай камеру. Удачи тебе и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова